Сейчас мы с вами познакомимся с доской Linoid. Ее отличие в том, что здесь можно создавать неограниченное количество досок, онлайн-досок. Также можно создавать группы друзей, коллег, учащихся и также посмотреть ссылки, опубликованные в открытом доступе у других коллег. Давайте пройдем регистрацию в этом сервисе. В верхнем правом уголочке нажимаем вот здесь вот регистрацию. Это sign up, а здесь логин зайти. Проходим регистрацию. Здесь вводим свое юзернейм, имя, почтовый ящик, электронный адрес и язык. В данном случае мы выбираем английский без изменения, так как японский, китайский, корейский нам не нужны. И проходим регистрацию. В данном случае у меня регистрация уже пройдена. Я захожу, используя логин. Теперь обратим внимание, что у нас здесь есть. Смотрите, во-первых, у меня здесь те доски, которые я создавала, разные названия на русском, на английском. Вверху в панели навигации мы видим мои онлайн-доски, мои конвы, мои группы, мои любимые доски, задачи и корзина. То, что я удалила. Ниже я вижу доски, которых у меня вносили изменения, обновленные доски. Далее опубликованные доски других участников этого сервиса. Сейчас мы с вами создадим онлайн-доску. Каким образом это делается? Переходим вот сюда, мои конвы или мои онлайн-доски. Вот видите, вот у меня список тех досок, которые я когда-то, начиная с 2015 года, начинала создавать. И здесь у меня их уже 17 онлайн-досок. То есть здесь я никогда не видела, чтобы были ограничения по количеству этих досок. Нажимаем вот здесь вкладочку «Создать новую конву» или «Создать новую онлайн-доску». Сюда вбиваем имя на русском, на английском языке, то есть название вашей доски, которое у вас будет. Например, это математика. Сейчас мы внимательно с вами познакомимся с дизайнами, с настройками вашей доски. В данном случае мы дали название на русском языке, можно на любом. Чтобы выбрать оформление дизайна, вот здесь мы выбираем background, который у нас будет обозначен. Либо вот эти варианты, либо вот такой вариант, либо загрузить вообще вашу доску. Это дает неограниченное количество разных вариантов по работе, потому что вы заранее можете приготовить картинку, которая вам нужна. Это может быть гигографическая карта, физическая карта, химические элементы, таблицы Менделеева. Это может быть что-то по математике, по английскому языку. То есть вы заранее создаете картинку, например, powerpoint в приложении, либо в конве, либо генели, либо еще в другом сервисе. Сохраняете в качестве картинки, а затем загружаете сюда. Например, выбрать файл. И на рабочем столе моего компьютера сейчас попробую поискать, что подходит. Предположим, вот эта картинка. Нажимаем открыть. И нажимаем вкладочку, чтобы картинка была растянута по размеру онлайн-доски. Далее обращаем внимание на настройки. Вот здесь вот. Нам нужно использовать либо вторую, либо третью настройку. Это очень важно. Не первую, потому что первая предполагает возможность только для вас. Никто не может увидеть работать в доске, кроме вас. А вот во втором варианте другие люди не могут публиковать стикеры, то есть сообщения, но они могут увидеть их спокойно. Поэтому либо вы просто выбираете второй вариант для показа, либо третий вариант для совместной коллективной работы. Тогда все могут видеть стикеры, создавать эти стикеры. Но при активации вот третьей вкладочки у нас появляются дополнительные детали. Теперь смотрите. Вот эта галочка обозначает, чтобы предупреждать вас о том, когда кто-то опубликовал сообщение, стикер опубликовали. Разрешить другим копировать стикеры на конве. Например, уберем эту галочку для того, чтобы они не могли копировать чужие работы и выдавать их за свои. Далее опубликовать этот пост среди публичных онлайн-досок. Нам этого не нужно. И разрешить гостям тоже опубликовать свои сообщения. Повторим еще раз. Мы дали название нашей онлайн-доске, загрузили картинку, поставили галочку «Растянуть нашу картинку по размеру онлайн-доски». Далее выбрали третью настройку, чтобы каждый мог публиковать стикеры, посты, сообщения. Второй вариант предполагает возможность только просматривать онлайн-доску, но не публиковать. А третий вариант для публикации. В этом случае мы оставили галочку «Сообщать мне, когда кто-то публикует сообщение». Вторую, третью, четвертую, пятую мы убрали. Они не обязательно, особенно вот это. Если мы поставим галочку здесь, то надо разрешать другим копировать сообщение на этой конве. А нам не надо, чтобы друг друга люди копировали сообщение и разрешают гостям публиковать сообщение. После этого, как только мы настроили все эти настройки, нажимаем «Создать конву». Вот сейчас мы с вами смотрим, что у нас получилось. Как вы видите, наша картинка растянута на весь холст, на всю онлайн-доску, поэтому у нас она вверху пусто. Но когда мы спускаемся ниже, внизу у меня уже видна картинка, потому что она у меня внизу в моем случае. Сейчас мы с вами смотрим, как здесь можно написать задание и как будут выполнять работу учащиеся. Во-первых, в верхнем правом уголочке у нас есть стикеры. Это называется стикеры. Они разных цветочков, разных цветов. Есть желтый стикер, есть зеленый, голубенький, розовый. Выбирайте цвет стикера, который вам нравится, например, желтый. И сейчас на этом желтом стикере мы можем с вами писать задание, а наш учащийся аналогично выполняет задание. Предположим, мы с вами сделали пример. Здесь можно написать ключевые слова. При необходимости выбирайте размер шифта, который еще нужно. Здесь мелкие, большие, крупные, лучше крупнее, чтобы детям было понятнее. Также цвет, например, можно выбрать синий, бордовый, желтый, зеленый. Смотрите тоже, чтобы это было четко, красиво видно. Если что, добавляйте соответствующую иконочку. При необходимости здесь можно настроить дату, когда нужно закончить. Например, 18 марта. До 18 марта нужно закончить эту работу. После этого есть также вкладочка Send. Отправить, используя почтовые ящики, имена пользователя. И тогда они получат это сообщение. Можно отправить этот стикер и сохранить как копию. Нажимаем. Стикер появился здесь на доске и также был отправлен письмом пользователю по почтовому ящику. Далее мы этот стикер можем передвинуть. Вот у нас, когда мы ручку берем, вот ладошка появляется, мы этот стикер перемещаем в любом месте, где нам нужно, так как это задание ставлю здесь. И после этого, нажимая вот на этот значок, теперь наш стикер прикреплен и его нельзя отодвинуть. Все, он у нас теперь здесь. Учащицы, когда зайдут сюда, они посмотрят, ага, учительница дала задание, что-то нужно выполнить. То есть они берут свой стикер, сюда вписывают ответ, например, 2 плюс 2 – это 4, 2 умножить на 2 – это 4, 45 делим на 9, это будет 5. Они могут также здесь предварительно, начали написав имя, например, свое имя вписывают, кто это выполнил. Так, и нажимают опубликовать пост. Все, и после этого можно переместить сюда, как вариант, и также здесь закрепить этот стикер. Все, теперь мы видим наше задание и мы видим, кто его выполнил. Это этот вариант. Также здесь можно в качестве заданий прикреплять картинки. То есть вы заранее создаете картинку в конве, либо в презентациях, либо еще где-либо и загружаете ее сюда. Это может быть учебный материал, а может быть просто картинка. Тоже цели разные могут быть, например, вот эта картинка у меня. Здесь картинка загружается и также посмотрим, что здесь есть. Можно выбрать размеры картинки – маленький, средний и большой. Например, я выберу большой размер картинки. И также вид либо нормальный, здесь также можно с фреймом, с рамочкой вписать комментарии. А комментарии – это может быть задание. И публикую пост. Все, вот таким образом картинка у нас появилась здесь. Ее можно переместить совсем ниже. Так, чтобы не терять, предположим, вот здесь вот. Также сюда можно добавить задание в виде видеороликов. Видите, здесь видеоролики. Можно, используя ссылочку с YouTube-канала, либо с Vimeo. Как вариант, скопирую предлагаемую ссылку отсюда, вставляю сюда и публикую пост. Теперь у нас видеоролик у нас появился, он опубликован. Также сюда можно добавить файлы с вашего рабочего стола. Например, у меня где-то было выложено задание, может быть, что-то это в PDF-формате, либо Word-овского формата. Предположим, например, это задание у меня в PDF-формате. Я прикрепляю его сюда, учащиеся его потом скачают, выполнят задание. И уже выполнено задание, могут загрузить сюда. Если я считаю, что это мне не нужно, я нажимаю вот эту вкладочку «Pill off». И у нас также есть белый стикер, буквально он пустой. Перенесем, и мы видим, что у нас появилось. Если нужно отредактировать, мы нажимаем карандашик «Edit». «Варианты заданий». «Варианты заданий». Сохраняем. Все, он сохранился. Если нужно, мы даже можем сделать копию. Видите, он копирует, и можно перенести вот это сообщение в другие конвы, в другие онлайн-доски, которые у меня есть. В данном случае этого делать не буду. И когда я уже попытаюсь что-то перенести, что-то отодвинуть, у меня ничего не получится, потому что они все закреплены. Мы видим вот эти вот значки. Кроме, в данном случае, видеоролика. Видеоролик у нас можно перемещать хоть где, он у нас не закреплен. Вот таким вот образом вы можете сюда подгружать ваши задания, используя либо стикеры, либо видеоролики, либо фотографии, вот здесь, либо загружать файлы с вашего компьютера. Учащиеся аналогично могут выполнять эти же самые работы. Теперь переходим к следующей. Как можно сюда пригласить для работы наших учащихся, либо наших коллег? Нажимаем вот сюда. И сейчас здесь мы копируем вот эту ссылочку. Либо вот эту ссылочку мы копируем и отправляем по почтовому ящику. Либо мы вот эту ссылочку, самую нижнюю третью, копируем и вставляем наш блог либо сайт. Далее здесь можно создавать мои группы, приглашать учеников, чтобы, например, группы 1 класс, 2, 3 класс, давать им здесь задания. Например, нажимаем «Quade new group», создавать новую группу. Даем название нашей группе, даем описание, иконку и приглашаем в качестве члена этой группы все кто угодно. И самое главное, чтобы вы в качестве администратора утвердили запрос, либо только по приглашению. Также они могут вот здесь вот задания отслеживать, которые им даны. Также корзиночка. Если посмотреть вообще на те варианты, которые здесь могут быть, их может быть огромное количество в зависимости от ваших целей, задач, от возможностей. Например, сейчас я покажу как вариант «Моя любимая книжка». Здесь дается задание юному читателю рассказать об книжке, его любимой книжке, кто автор произведения, название этого произведения, сюжет, свои впечатления. И, как вы видите, здесь добавлены и картинки, и текст, и ссылочки на аудиосказки прилагаются. Вот. Либо это же может быть, например, благодарение, вот благодарности за участие в танцевальном марафоне между Индией и Россией. Мы видим видеоролики, которые здесь добавлены, мы видим слова благодарности, которые написаны на стикерах, либо ссылочки на видео и картинки, которые здесь прилагаются. И так далее. И так далее. ... Продолжение следует...